В Москве в ближайшее время внедрят систему «Умный свет». Это позволит не только сделать городскую иллюминацию еще красивее, но и более эффективно расходовать электроэнергию. Освещение будет подразделяться на праздничное и будничное, и даже зависит от погодных условий. Павел Винокуров с подробностями. Регулярное уличное освещение появилось в Москве в конце 1730 года. Тогда это были масляные фонари. С тех пор много воды утекло в реках, город снова стал столицей России и многократно увеличился. В начале 21 века работы для дизайнеров по свету в мегаполисе всегда хватает. Едва на улице темнеет, город словно преображается, особенно в празднике. Москва дневная и ночная для глаза абсолютно разная, но при этом одинаково красивая. Впрочем, с уверенностью сказать это можно только об отдельных улицах и зданиях, в основном в центре. Неравномерность освещения хорошо заметна с культовых у граждан и туристов Воробьевых гор. Решать проблему столичные власти решили кардинально. Начиная с марта месяца идет реализация этой программы, которая предусматривает реконструкцию и новое строительство системы архитектурно-художественных подсветок по 13 основным объектам города Москвы. Из них это 10 валютных магистралей, это садовое кольцо, бульварное кольцо и сам московский Кремль. И окружающие его территории. Выделены уже под это деньги 3 миллиарда рублей. И это лишь первый этап работ, который завершится в следующем году. При этом особое внимание будет уделяться поиску золотой середины между индивидуальностью цвето-световых решений и их соответствующей общей концепции. Некоторых авторов, светодизайнеров восхищают произведения живописи, они это перекладывают на города. Некоторых музыку, музыку как это музыкальное произведение, вносят особыми какими-то штрихами в световую среду. В нашем случае в Москве и так уже очень хорошо поставлены именно доминантные здания, доминантная архитектура, в которой нужно развивать как раз в этом направлении. Впрочем, только красивым освещение быть не может. Еще более важный критерий – удобство. Именно поэтому в ближайшее время светодизайнерам придется поработать и во дворах жилых домов. У нас иной раз бывает, что сам двор освещен, а сами подходы к двору или вокруг него, если есть спортивная площадка рядом или что-то, они затемнены. Между тем, значительного увеличения трат на электричество не ожидается. Этого удастся избежать благодаря применению экономичных светодиодов, а также внедрению системы «умный свет», регулирующей иллюминацию в зависимости от дня, недели, времени суток и даже погодных условий. По этому, на круг Сергей Несломатин, Мария Никонова, ТВ-центр.